Мы продолжаем обсуждать тему Арала и сейчас к нам по Zoom подключается Азамат Абуф, руководитель управления воспроизводства и использования леса и растительного мира, Министерства экологии. Меня слышно, Азамат? Добрый вечер. Да, да, вас слышно. Добрый вечер. Можно ли у вас узнать, вот скажите про нынешний объем воды в бассейне Аральского моря? Критическая норма, некритическая или ситуация улучшается вот в этой части? Да, насчет воды не подскажу, мы же ведем работу по... А вот тогда скажите, Азамат, какая экологическая ситуация в Арале? Экологическая, но на данный момент общая площадь осушенного дна Аральского моря составляет около 6 миллионов гектар. Это на две страны, это территория Республики Узбекистан, на территории Республики Казахстан. На Казахстан приходится около 2,8 миллиона гектар осушенного дна. И на данной территории нашим министерствам ведутся работы по посадке саксоулу в губах насаждений и других галафитных растений. А вот касательно посадки саксоулу на Дне Аральского моря, поделитесь, пожалуйста, результатами. Я выше как бы тоже про это сказал. Как вы ранее сказали, в период с 2021 по 2024 год на Адам, на осушенном дне Аральского моря, лесомиллиардеративные работы проведены на площади 413 тысяч гектаров. Это было высеяно около 2083 тонн семян саксоула и других галафитных растений. И высажено порядка 45 миллионов штук сеянцев саксоула. А вот у меня обывательский вопрос к вам, Азамат. А зачем сажают саксоул? Я простой гражданин, вот задаюсь таким вопросом. Это улучшит экологическую обстановку? Главным методом с движением песков и пыльными бурями является именно фитолесомиллиардерация. Один из наиболее эффективных методов. Один кускус саксоула, по предварительным данным, может задерживать около 10 тонн песка. И в этой связи для задержания песков, для улучшения экологической обстановки, для чтобы предотвратить пыльные бури и засоление прилегающих территорий, проводится по посадке деревьев именно на осушенном Ниаральском море. Скажите, какие еще долгосрочные экологические проекты или программы будут для улучшения ситуации в бассейне Ниаральского моря? Помимо тех, которые вы уже делаете? Работы в данном направлении будут продолжаться. Пока что именно по, как я уже сказал, самым эффективным методам по предотвращению пыльных буржей и деградации почвы является лесомиллиардерация. Азамат, спасибо большое, что нашли время для интервью. Вам спасибо. До свидания. До свидания. А я напомню, что по Zoom к нам подключился представитель Минэкологии Азамат Абув, руководитель управления воспроизводством и использованием леса и растительного мира Минэкологии. Азамат 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 А